В прошлый раз рассуждали на книгой «Бытие». Ну и я хочу все равно, чтобы мы как-то понимаете, что читали по порядку, и в прошлый раз было задание прочитать еще книгу «Исход» и книгу «Галатам». Значит, книга «Исход», вторая книга в Библии, и в основу как бы об этой книге мы прочитаем место священное писание, два книга «Исход», третья глава, седьмой стих, и потом книга «Исход», двенадцатая глава. Вот книга «Исход», третья глава, седьмой стих, написано так. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал воп его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить народ от руки египтян, и вывести народ из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». И второе место, исход, двенадцатая глава, двадцать третий стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладинах и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителей войти в дома ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». Вот эти два места священного писания из книги «Левит», они, наверное, более, наверное, полно или как-то показывают содержание этой книги. То есть основное содержание этой книги, книги «Исход», так, это выход народа из рабства. То есть Бог предлагает выход. Если первая книга «Бытие», она показывает, наверное, вот как люди попали в проблемы, и показывает все, что было первый раз, и как развилась вот история, или может, и вот, то книга «Исход» дает, наверное, впервые вот показывает спасение, выход, выход из всей той ситуации, в которой оказался народ. Так вот, эта книга показывает выход из рабства. И это ее основная тема и содержание. И главная еще мысль «Искупление», то есть вот выход из рабства, но каким образом выход, через что выход, понимаете? Потому что можно выходить, можно выходить, знаете, выкупаясь за деньги из рабства, можно выходить, ну, прилагая много каких-то усилий, такой борьбы, труда или военных действий, понимаете, что? А здесь именно освобождение, подчеркнуто, освобождение из рабства через искупление. И не просто искупление, а искупление кровью, кровью жертвенного акца, понимаете? Вот что подчеркивается. Потому что выход из рабства, но из рабства выход может быть очень по-разному. Мы знаем из древней истории, когда-то Спартак, и у него было такое движение, именно выйти из рабства, военным путем. А здесь выводит Бог через искупление. И не просто искупление, а искупление кровью. Это прообраз. Прообраз, знаете, для каждого из нас, когда мы находимся в рабстве каких-то привычек, каких-то грехов, каких-то обстоятельств жизни, каких-то, может быть, скорбей или трудностей. Вот выйти из этого рабства, выйти из этого рабства, Божий путь, совершенный путь, прямой путь, так я хочу сказать, самый быстрый путь, это искупление кровью Господа Иисуса Христа. Вот от всех своих, то ли грехов, то ли проблем, то ли переживаний, то ли, собственно, какого-то я, и когда мы находимся в рабстве, вот, значит, эта книга показывает через искупление кровью Господа Иисуса Христа. Название книги. Ну, у нас написано, мы привыкли, исход. Так, а по сути дела взято название этой книги, если мы прочитаем книгу «Исход», 19 глава, 1 стих, и там написано «третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую». Так вот, здесь потреблено слово, которое переводчики перевели «Исход», и от этого слова на русском языке название этой книги. А еврейское название, у них вот все книги, эти книжья, знаете, как называются? Вот книга, начинается первое слово в книге, так? Первое слово в книге «Бытие», там «Начало». И так по-еврейски называется. В этой книге первое слово, знаете, начинается, какие самое первое слово в книге «Исход»? Вот имена. Понимаете? И так вот по-еврейски начинается, она, ну, знаете как, и вот. То есть, и вот имена. Значит, вот, и евреи на еврейском языке называют, ну, «Велчен Шемот», «Шемот» эту книгу. Ну и, соответственно, точно так же на греческом языке, это «Септуагинте», и на латинском языке называются точно так же. Ну, по книге, как «Исход». Автор этой книги – Моисей. Ну, есть одно доказательство, что автор этой книги, «Исход» 24 глава, 3 стих. «Пришел Моисей к народу, пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал, «Все, что сказал Господь, сделаем!» «И написал Моисей все слова Господни». Вот, написал Моисей. То есть, он делал запись, значит, и вот это стало, ну, скажем, для того времени, значит, уже, ну, скажем, Словом Божиим или Библией. Вот. А дальше «Исход» 24 глава, 7 стих. «И взял Моисей здесь книгу Завета и прочитал слух народу». То есть, 24 глава, 4 стих. «Написал Моисей, но написал Моисей, Бог ему сказал, напиши слова, которые он слышал от Бога». И Моисей написал, а уже в 7 стихе написано, «И взял то, что он написал, то есть книгу, и прочитал слух народа». Вот так была написана книга «Исход», и точно так же были написаны все пять книг. Они писались постепенно. «Время написания». Ну, во-первых, эта книга «Исход» описывает события, скажем, начинаются они так, события, скажем, предшествующие рождению Моисея, так сказать, предыстория. Вот. То есть, эта книга как бы исход, вот переход от книги «Бытие» к тому времени, когда происходит выход народа израильского из Египта. И поэтому есть какая-то предыстория, а дальше описываются события. Вот они начали выходить, и народ израильский выходил примерно в течение 40 лет. То вот в этой книге «Исход» кратко описаны примерно события за промежутком времени 37-38 лет. То есть, от начала выхода и до времени, когда они уже вышли и вошли в землю обитованную. Знаете, сегодня очень много критики разной. Так? И чтобы мы понимали, что эта книга именно Божия, и никаких нету сомнений. Есть, допустим, я приведу только одно доказательство. Иисус Христос в своих речах, он вспоминает эту книгу. Евангелие от Марка, 12 глава, 26 стих, написано так. «А у мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Авраама». Якова. Вот здесь написано «при купине». Ну, нам непонятно, что это за слово. Ну, это старорусское, старое, может, даже славянское слово, которое говорит «в горящем кусте». То есть, другими словами, ибо в современном переводе было сказано, «разве вы не читали в книге Моисея, как Бог в горящем кусте, или через горящий куст сказал, я Бог Авраама». То есть, это вот кратко Иисус Христос приводит, этим подтверждая божественность этой книги и верность этой книги. Дальше у нас, знаете, наверное, такое вот, самое значительное событие в книге Исход. Знаете, когда я размышлял, я вот, какие взять самые значительные события. Очень сложно взять самые значительные события, потому что они все важные, и какие-то важные, а какие-то, может, не так важные. Вот спасение Моисея, так, это прообраз спасения Господа Иисуса Христа. Это прообраз для каждого из нас. Когда мы верою, надо своих детей удержать от греха, от мира, от неверия, и спасти. И здесь вот, понимаете, это такой вот, как будто мать сделала, но она верою, именно верою, и дальше является таким прообразом для других событий. Хорошо. Горящий куст, не сгорающий куст. Ну, наверное, знаете, что? Бог хотел обратить внимание Моисея. Каким образом? По всей видимости, Моисей пас в пустыне. Там не очень много было кустов, не очень много. Ну, и где-то, наверное, я не знаю, в каком-то месте, может, далеко. Вот горит огонь, и горит огонь. Горит огонь. Мы не знаем, сколько часов. Может, час, а может, день. А может, два и три дня. Пока, наконец, ну, вот это не привлекло внимание Моисея, и Моисей не пошел к этому горящему кусту. И там Господь начал говорить с ним. Хорошо. Следующий. Моисей и народ перешли на другую сторону. Иконница Египта погналась. И вот Моисей простирает джезл, и море сходится. И египетская армия оказывается под водами моря. Хорошо. Следующий. Вот смотрите, у Моисея какое было богослужение? Библию, которую он написал, надо читать. Изучать. И проверять свою жизнь. И думать над этим. И запоминать. И проверять свою жизнь. Если мы дальше видим, у Ездры, допустим, собирался народ, и они одну третью часть дня читали закон, одну третью часть дня исповедовались, и одну третью часть дня молились. И взрослые, и дети. Радостно это или трудно это? Это работа. Это работа. Понимаете? Это работа, потому что надо думать и проверять. А тут они сделали такое служение. Танцуй, пляши, пой, веселись. Ну и обычно по книгам даже пишут, что там доходило до таких вот развратных оргий, так сказать, религиозных. И, знаете, никакой работы над самими собою. Вот поэтому они сделали. Ну и скажем, что после этого было? Это Моисей пришел с горы, то есть каменный лист бумаги. И вот Моисей пришел с этим письмом от Бога, и когда увидел, они танцуют, разгневался и разбил эти скрижали. Правильно это было или нет? Грех. Грех был. Грех. Ну, Моисей тоже был человек. Тоже был человек. И, знаете же, мы понимали, вот 40 дней Моисей там в посте, там перед Богом, а тут за его спиной в течение 40 дней вот они полностью вернулись к египетским грехам, к образу жизни Египта. И все, смотрите, чудеса, чудеса, которые видели, и забыли, и оставили, и ничего не осталось. Хорошо, дальше посмотрим. И не было воды. И начал народ роптать, роптать, роптать. Моисей вопиядит к Богу, и Бог ему сказал, простри жезл, коснись горы, и будет вода. И знаете, как дальше? Нам трудно представить, но вот эта вот гора вот двигалась следом за народом. Вот они в течение, ну, так, грубо говоря, 40 лет ходили по пустыне, и гора шла с ними, или за ними, и они имели воду постоянно. Огонь и столб шел, и, знаете, их сопровождало еще два чуда. Манна падала ежедневно, ежедневно, и вода со скалы была ежедневно. Хорошо? Так вот, это скала, которую прострел, то есть Моисей коснулся, ну, и, значит, он коснулся, наверное, надо было ему как-то прикоснуться так, в благоговении. Он в гневе это сделал, в возмущении сделал, стукнул по скале, с таким гневом, вот сколько вам еще надо, так сказать, злости на народ, и за это имел потом наказание. Хорошо? Ну, мы просмотрели содержание. Содержание, хотя мы оставили в стороне еще скиния, потому что часть, большой объем книг, это делали скинию и так далее. И в книге Исход, знаете, очень много прообразов Иисуса Христа. Вот первый такой прообраз Иисуса Христа, это избиение младенцев из израильского народа. Это же самое мы видим, повторяется при рождении Христа, и как тогда, во время Исхода, Моисей был спасен чудеснейшим образом, повиновением родителей, послушанием родителей, и познанием воли Божией, и верою их. Точно так же и Христос был спасен через Иосифа и Марию, Иосифа, которые познали волю Божию и ушли в Египте. Дальше мы видим еще в этой книге Исход прообраз, прообраз, значит, Иисуса Христа. Моисей получил 10 заповедей и учения. Это точно так же Господь Иисус Христос приносит новое учение, учение о спасении. В-третьих, Моисей, прообраз Иисуса Христа, Моисей вступает в завет с Богом, и точно так же Иисус Христос является родоначальником Нового Завета в оставлении греха. В-четвертых, Моисей, прообраз Господа Иисуса Христа, Моисей вывел народ из рабства, и точно так же Господь Иисус Христос освобождает от рабства греха, от рабства смерти, от рабства мира и от всякого другого рабства, рабства страха. Моисей был в течение 40 дней в посте, значит, один, понимаете, и один раз, и другой раз, когда получал, скрижали десяти заповедей Божьих. Точно так же Господь Иисус Христос был в течение 40 дней в посте и имел искушение, значит, от сатаны. Ну и, наверное, самое главное, через Моисея было много-много чудес, разных чудес. Точно так же через Христа были чудеса, и Моисей дал такое чудо, вот они ели ежедневно манну в течение 40 дней, и поэтому, знаете, что народ уже во время Нового Завета ожидал, что если придет Мессия, то он должен вот точно так же, как Моисей накормил, точно так же давать пищу земную и в полном изобилии, или даже еще лучше, чем во время Моисея. Вот все это про образы Господа Иисуса Христа. Ну и еще я хочу остановиться, знаете, остановиться, вот в книге Исход много чудес или нет? Очень много чудес. Или можно сказать, книга Исход, особенно вот одни чудеса. То есть с чего начинается? Знаете, чудесное спасение Моисея, вот в корзинке, дальше горящий куст, дальше Бог дает Моисею возможность творить чудеса как знамение, как доказательство, что от Бога превратить воду в кровь, показать болезнь проказы на своей руке, исцеление. Все это было как доказательство от Бога. А дальше 10 казней, а дальше, ну как вам сказать, получение закона. И на любые проблемы, понимаете, что Моисей отвечал такой Божьей помощью, или Бог отвечал помощью через чудеса. Мяса нету, они начали роптать, раз перепела. Но я хочу спросить, а вот во всей книге Исход чудеса? Или было время, когда они прекратились? И что лучше было, когда были чудеса, или не было чудес? Чудеса не во всей книге. Чудеса в книге Моисея примерно вот до 17-19 главы, а дальше прекращаются. Приходит и Афор, тесть Моисея, и чудеса прекращаются. Вот примерно это 17-19 глава, и чудеса прекращаются. И вот что лучше, когда были чудеса, или когда не было чудес? Как понять это? Вот книга Бытия, там есть чудеса или нет? Подсказывает тут чуть-чуть. Конечно, очень по-разному можно оценивать. Но знаете, может быть, тут десятка, два, три чудес, которые в книге Исход первых главах, да? Может быть, не стоит одного чуда, одного дня творения, которое Бог делал. Понимаете, любой день творения, это были, ну, чудеса с нашей точки зрения, но мы их и посчитать не сможем. Даже и посчитать. И каждый день творения были такие чудеса. Потому что Бог делал. А дальше мы, может, не видим каких-то сильных чудес, ну, скажем, явления ангелов, и через ангелов помощь и Аврааму, и Агарии, и Измаилу, и другим. А здесь вот в книге Исход мы видим какое-то время постоянное-постоянное чудеса. Как это понимать? Вот смотрите. Маленький ребенок, так, и у него какая-то трудность, кто эту проблему решает? Папа, мама. Моментально делают, разрешают эту проблему. И ребенку живется очень хорошо. Что бы он ни захотел, он кричит, папа, мама, и, так сказать, эту трудность, эту проблему, папа или мама решают. А дальше что? А дальше он взрослеет, и приходит такой возраст, когда уже папа и мама перестают решать эту проблему. И ребенку надо самому справляться с этой проблемой. Вот книга Исход, Бог начинает выводить народ, и вот народ, как дети, как младенцы, понимаете, слабые, немощные, и Бог любую проблему уращает своим чудеснейшим образом. Но постепенно готовит их к вере, и готовит к тому, чтобы они сами начали справляться со своими проблемами. И это прообраз. Знаете, каждого человека, который начинает вот только идти за Богом в вере, с самого начала, Бог очень близко и отвечает чуть ли не чудесами, понимаете, на молитвы, на проблемы, на переживания, и как-то вмешивается и помогает. А потом потихоньку Бог ведет человека, чтобы человек сам справлялся, справлялся, работая над самим собою, справлялся, прикладывая усилия, справлялся, побеждая трудности, и побеждая их характер. И мы вот это видим на книге Исход. Так сказать, вначале много чудес, а дальше остановились эти чудеса. Дальше мы в книге Исход, знаете, можем увидеть несколько прообразов второго пришествия Иисуса Христа. А именно, вот египетские казни, десять казней, это все были, ну, прообразы казней Божьих, которые мы встречаем в Откровении, и это были казни, знаете, над Египтом, который не внимал призыву Божию, и не хотел повиниться, подчиниться призыву Божию, отпустить народ. Точно так же будут казни над людьми в последнее время, и вот это было, по сути дела, разрушение там, вот всей египетской империи, всей силы, славы и мощи Египта. И Египет потерял, знаете, вся экономика разрушена, армия, и вся жизнь была разрушена. Точно такие же будут казни Божьи, мы читаем в Откровении, над всем человечеством, и над всей земной цивилизацией. Дальше мы можем видеть, ну, конкретно такие, скажем, в Египте была вода превращена в кровь, мы это точно читаем в Откровении. В Египте была одна из казней Саранча, четвертая, кажется, казнь, и это же будет в книге Откровения одна из казней. Вот. Ну, и, знаете, мне хочется, знаете, сейчас еще поразмышлять, вот что мы увидели, ну, как бы вам сказать, основные по содержанию, больше всего ярко, вот что в этих книгах, в этой книге увидели. Не знаете, что вот показан? Показан Бог. С какой стороны? Показана Божья сила и слава. Вот Божья сила и слава. То есть Бог все время спасает, помогает, выручает, и показан Бог сильный. Ты перейди к следующему слайду. Показан Бог сильный, могущественный, и являет Божью силу. И Божья сила является в чудесах, знамениях, присутствии Божьим. Является Божья сила в такой спасающей помощи, то есть казни, разделение воды в море, манна, огонь. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог показана Божья слава. Именно Божья слава, знаете, в какой? Вот, ну здесь мы не касались. Была скиния, и сделана, и над скинией потом явилась эта Божья слава. В еврейском языке есть специальный такой термин, слово, шехина, которым, ну, обозначали это слава. Слава эта являлась вот чем. Ночью огненный столб стоял постоянно. А днем, ну, облачный столб стоял. Понимаете? И это, ну, вот, яркое солнце, понимаете, что и постоянно, то ли огненный, то ли облачный столб. Это была слава Божья, так сказать, через которую, ну, народ должен был видеть, осознавать, понимать, Бог присутствует, Бог здесь находится. Это с одной стороны. Вот показан Бог, сила Его и слава Его. А с другой стороны, вот если кто прочитал, вот какой народ весь? Какие основные характеристики народа? Черты характера? Или что, с какой стороны показан народ? Грех. Вот постоянный ропот на Бога. Чуть мяса нету, начали роптать. Роптали на Моисея. Моисей виноват. Чуть, значит, это самое, воды нету, опять начали роптать. Трудность какая-то роптать. То есть, понимаете, роптать, и роптали, по сути дела, на Моисея. И как говорили, зачем ты нас вывел? Лучше бы нам остаться. Понимаете, что? И говорили, что лучше мы вернем, лучше умрем. То есть, это я к чему хочу сказать. Вот понимаете, что? Есть Божья сила, Божья слава. Бог спасает. А народ, чуть какая-то трудность, и начинают роптать и обвинять Бога. Мы такие или нет? Вот Бог начинает помогать. И помог. И мы можем вспомнить, вспомнить вот в своей жизни, и там Бог помог, и там Бог помог, и там Бог помог. А вот сегодня что такое? Бог не помогает. Что мы начинаем делать? Не верить, сомневаться, колебаться. А лучше бы вот этого не было. Зачем я это сделал? И начинаем, ну, скажем, или неверие, или сомнение, или ропот, или недовольство. Понимаете? Все это что? Грех. И все этим грехом начинается. И дальше этот грех что? Может развиваться, развиваться, умножаться и ожесточение перерастать. Так вот мы видим, как народ, вот роптал и был недоволен. Показан грех народа. И этот грех вот, казалось бы, вот выходит и выходит из какой-то глубины. И выходит и выходит. И грех, и кажется, и конца, и края его нет. И вот Божья сила, Божья слава, Бог присутствует, а грех выходит и никак не кончится. И никак не кончится. Это тоже прообраз для каждого из нас. Понимаете? Бог многократно помогал. И, допустим, ну, я здесь не касался, сколько было бедствий и сколько раз народ был истребляем за свои грехи. Там, наверное, я думаю, так, до десяти раз народ был, ну, искушал народ Бога. И вот эти искушения, ну, оканчивались какими-то истреблениями. Истребляли эпидемии болезней, истребляли змеи, так сказать, еще болезни. Вот что. Поэтому пусть Господь поможет нам, наверное, вот осознавать, понимать, и, видя славу Божию, видя силу Божию, и, может быть, эту силу Божию больше и больше понимать, и все свои проблемы, когда у нас недовольство, ропот, грех, неудачи, трудности, понимаете, что уповать на Божию славу, Божию силу. Ну, здесь мы видим, знаете, служение Моисея. Служение Моисея, знаете, как происходило? Происходило, знаете, через что? Через Моисея происходило формирование народа. Раз. Второе. Через Моисея происходило формирование, ну, правильного поклонения Богу. Потому что, вот, суть и дело, вот еврейский народ, он пришел в Египет, 70 человек. Через 400 лет, их сколько? Вот через 400 лет порядка 600 мужчин от 20 до 50 лет. А всего народа? Это 4-5 миллионов. Ну, так, примерно. Ну, от 3 до 7, может быть, миллионов. Потому что, вот, потому что мужчин от 20 до 50 лет. 600. Ну, они какие? Верят в своего Бога или нет? Или язычники? По названию, так сказать, ну, племя Авраама. По названию. Может быть, по обряду и обрезание имели. А по сути дела, вот мы видим, как они быстро, за 40 дней поклонились кольцу и после сельцу, и возле сельца пляшут и ликуют и довольны. И вот наш Бог. То есть, языческая вера. И через Моисея происходит формирование их правильного богопоклонения и понимания, так сказать, что только один единственный Бог, а не так, как было в Египте. Сколько понадобилось лет? Вот причина, что они ходили 40 лет по пустыне, ведь можно было пройти эту пустыню, ну, я не знаю, может, за полгода, за год, за два, и всё. И быть землеобитованной. Но причина была одна. Бог вот их вывел в пустыню, и чтобы они в пустыне не работали, так, и об одном думали, как правильно служить Богу. И учились перед Богом смиряться, и учились Богу поклоняться, и стала у них вот правильная Божия вера. И Бог прилагал, прилагал одежду, обувь, пищу, воду, вот прилагал, только одно, ну, вот научитесь правильно Богу поклоняться и служить. Оставьте все, так сказать, то, что вы видели в Египте, то, что делают другие народы, понимаете, и Бог поставил вот это главной целью жизни. Это же самая главная цель жизни у нас. Это же самая главная цель жизни у наших детей. Знаете, какая? Бога понять, Богу правильно поклоняться, за Богом идти и жить. И понимаете, вот они 40 лет, пищу не надо, одежда не надо, обувь не надо, вода не надо, все прикладывается. Ну, я знаете, я, допустим, недавно видел такой видеофильм, вот здесь, в 1939 году, вот где был наш город Мир, там была еврейская синагога. Ну, и уже подписан был договор между Молотовым и Риббентропом, и они понимали, что это, ну, Мир, этот город отойдет под Германию. и они, знаете, что вот евреи, у них там это, ну, не синагога, это самое, ну, не библейская школа, а, ой, кто подскажет слово это их, ну, где раввины учились, раввины учились, там были преподаватели, студенты, и вот спастись надо, спастись надо, от Гитлера спастись. И знаете, что они сделали? Они сделали, организовали, круглосуточное изучение Торы. Круглосуточное. То есть разделились на три смены, и три смены днем и ночью изучают Тору. Для чего? Чтобы спастись. Кажется, это глупо, неразумно. И кончилось это тем, что вот здесь, ну, посол Японии из Москвы, вопреки своему правительству, всем им выдал визу в Японию. И вот они отсюда с мира через Москву и в Японию поехали. Когда ехали они специально, там было у них два-три вагона, они все загрузились, преподаватели, студенты, библиотеку взяли в поезде. Они точно так же организовали круглосуточную, круглосуточное изучение Торы. Разбились так по смену. Для чего? Чтобы Бог помог, чтобы Бог благословил. Ну, я смотрел, наверное, этот фильм месяца три назад. Понимаете, я вам так скажу, подобное оно переживание я имел в своей жизни. Хотя этот фильм не знал, не видел. Однажды была у меня проблема, но надо было найти работу. И я для себя поставил определенные условия, что я должен иметь на работе. Сколько льгот, и какие возможности, и какая зарплата. Ну, я походил день, два, три, вижу и близко такой работы нету. Ну, а знаете, походишь, ну, три дня, ну, я устал вот так психически. Я думал, думал, что делать, и решил так, Господи, я буду дома читать Библию и молиться. А Бог работу приложит. И начал так делать. Ну, понимаете, что легче, работу искать или читать и молиться по Библии? Что легче? Легче работу, да. Потому что, ну, день, два, может, три у меня хватило. А дальше, ну, накапливается усталость, неинтересно читать, праздно читать, понимаете, ну, заставлял себя, заставлял себя. Я вам так скажу, примерно дней, наверное, через восемь или девять я получил такую работу, как хотел. Льготную, льготную. Вот получил, и в полном смысле, ну, Бог приложил, или вот она упала. Вот упала. Понимаете, что? Ну, это очень сложно, трудно. Ну, я здесь это рассказываю, понимаете, не по плану. Так вот вспомнил эти эпизоды для жизни. Вот, Бог поставил задачу из этого народа сформировать народ Божий, чтобы грех оставили, неправильное богопоклонение египетское оставили, истинно поклонялись Богу. Эта задача у нас, для нас взрослых и для наших детей. И пусть Господь поможет. Если мы будем, ну, соответствовать вот этому Божьему призыву, все Бог будет прикладывать. Ну, прикладывать все необходимое для жизни, понимаете? А мы всегда, вот как этот народ, ну, понимаете, пускаемся в какие-то помыслы. Надо деньги, надо образование, надо то, надо третье, понимаете, что и от Божьих благословений, ну, отказываемся, теряем, забываем, так сказать, теряются они. Пусть Господь поможет нам, вот, понимаете, видеть, как вот у них жизнь проходила. И знаете, ведь они могли, как бы вам сказать, вот я говорил, что они могли через год, через два выйти из этой пустыни. Для чего надо было? Познать Бога, понять Бога, поверить Бога, полюбить, смириться, где-то полюбить, где-то смириться, вот принять этот закон и пытаться жить перед ним по этому закону. И открывается свободный уход в землю обитованную. И вот точно так же мы можем в какой-то проблеме находиться, находиться, находиться и никак она не решается. Решение одно. Или покаяться перед Богом, или хотя бы смириться перед Богом. Конечно, лучше правильно, и раньше я всегда говорил, что покаяться, но иногда сегодня мы такие черствия, что не хочем каяться, но хотя бы смириться. И Бог будет выводить на какой-то простор жизни. Ну, по времени мне надо подходить к окончанию. У меня еще есть здесь графа «Уроки для назидания». Из этих всех уроков для назидания я возьму только один на сегодняшний день. Книга «Исход», 17 глава, там показан отрывок. И там был слайд, должен был быть такой. А, в конце. Покажи слайд. Сколько Моисею лет? 80. Ну, примерно 80. Может, немножко больше, меньше. Понимаете, что? И вот они идут в землю обетованную, на пути встречает Эмалик. Они вначале попросились Эмалика, это потомок Исава, «Разреши пройти нам, и мы тебе заплатим, и за дорогу заплатим, и за воду заплатим». Он, «Нет, не пущу». «Нет, не пущу», и начал встречать их армию. И вот пришел, хотя Бог сказал Моисею, чтобы не воевали с Эмаликом, ни с кем не воевали. Только попросите разрешения пройти. Но Эмалик вот с таким, я не знаю, ожесточением, так сказать, ну, наверное, тот гнев, который был когда-то у Исава, вот он передался через 400 лет и умножился, и Эмалик встречает армии, и хочет, не хочет, но народу еврейскому надо воевать. И вот как они воюют. Иисус новин, и все мужчины от 20 до 50 лет идут на сражения. А Моисей молится. Где, как вам сказать, вот передовая сражения, какой из этих вот, Моисей, или вся армия, кто имеет первостепенное значение? Кто важнее? Ну, армия, я не знаю, ну, я готов сказать, ну, 600 тысяч мужчин. Ну, так примерно. Ну, может, 500 тысяч мужчин. Понимаете? И один Моисей. И вот Моисей стоял на горе и молился. И молился он когда? Побеждал Иисус новин. А потом уставал. Ну, как уставал? Ну, час. Молитва тогда была вот как, руки вот так держали. Вот сколько так руки можно продержать? Сколько? 10 минут. Ну, вот подсказывают 10 минут. Ну, Моисей больше держал. Может, час держал. Может, еще два держал. Понимаете? Ну, опускал, устал. Понимаете? А потом смотрит, что он с горы видел, что Амалик побеждает Израиля. Израиль отступает. Он опять поднимал руки. Ну, тогда такая была молитва. Обязательно поднимать руки. Понимаете что? И вот мы видим, что молитва имела большее значение, чем 600 тысяч вооруженных мужчин. 600 тысяч вооруженных мужчин. Их молитва Моисея вдохновляла, исполняла силою Божией. И наоборот, когда Моисей переставал молиться, они, я не знаю, ну, не было силы побеждать. Вот не было силы побеждать. Я всегда нашим, вот мы проводим молитвенное общение. Пусть этот вот пример послужит. У каждого из нас есть проблемы, решения. Всё, как мы должны решать эти проблемы, так и надо делать. Но к этим проблемам надо молитва. И молитва впереди. И молитва, наверное, я не могу сказать, сколько времени, но молитва пока не скажет Господь. Я услышал твою молитву. Ну, во-вторых, наверное, ещё молитва правильная. Потому что часто у нас молитвы бывают, вы знаете, что наши дети просят у нас? Правильно они просят или нет? Чаще всего. Чаще всего неправильно. Чаще всего неправильно. И их просьбу нам надо отредактировать, понимаете, пересмотреть, научить. Точно так же могут быть и у нас молитвы. Может быть, очень молитв много неправильных по содержанию, не по воле Божьей. Молитв от нашей, знаете, користи, от нашего эгоизма, от нашего я. Понимаете, что? И мы можем и молиться, а всё равно результатов нет. Хотя результат будет. Какой будет? Будет Бог начинать открывать. Познание наше открывать. Ну, это для нас вот пример. Что ж, молитва Моисея, и потом начали его поддерживать Ор и Арон, поддерживать его руки. Это, наверное, самая первая молитвенная группа. И вот сила этой молитвенной группы, она была важнее, чем, скажем, 600 тысяч вооружённых мужчин. Поэтому, во всяком деле, дай Бог нам, знаете, кому-то участвовать, и как Иисус Новин, и эти мужчины, воевать и делать какое-то дело. Кому-то, может быть, по каким-то причинам мы там не можем участвовать, но молиться. Но даже так я хочу сказать, и этим вот, и тем, кто участвует в каком деле, уже в Новом Завете, апостол Павел пишет, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы». То есть, прежде всего, прежде начала какого-то дела, начала какого-то переживания, начало, я не знаю, вот здесь кто родители. На каждый новый шаг развития детей делайте специальную молитву. То есть, вот, пойдёт ребёнок первый раз в детский сад, пойдёт ребёнок первый раз в школу, пойдёт ребёнок куда-то ещё, в какой-то кружок, в какой-то ступень развития Развитие возраста ребёнка. Специально делайте молитвы по благословению, по освящению, по уразумлению, по защите, по охране Божией. Это я говорю из личного опыта и так далее. Или потом в какой-то проблеме ребёнок находится, понимаете, тоже специально молитва, чтобы шла впереди, и Бог был впереди. Ну и мы, знаете, как можно сказать, ну сегодня мы от молитвы уклоняемся, ленимся, убегаем, так сказать. И может быть одна из причин многих, трудностей, или то, что наша жизнь стоит на месте. Хорошо, мы будем заканчивать сейчас наше рассуждение. Я хочу призвать нас всех, кто не прочитал, прочитайте книгу «Исход». Записывайте вопросы обязательно. А на следующее воскресенье, в следующую книгу из пяти книжек. Я понимаю, что когда приходится рассказывать, там касаешься и много что пропускаешь, пропускаешь, невозможно всё, никогда невозможно. А сейчас молитва. Молитва может наше покаяние, веры, исправление, вразумление. И последнее наследание, чтобы мы молились и учились молиться у Моисея, и учились молиться у Ора и Орона, которые поддерживали. По возможности мы преклоним колени и будем молить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...